Здравствуйте! В эфире Народные новости в студии Марины Солонина. Главное сегодня. Мордовия вместе со всей страной скорбита погибших в ужасной трагедии, произошедшей в Кемерове. По последним данным число жертв свыше 60. Несколько человек числятся пропавшими без вести. В Саранске наградили победителей и призеров интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. Участников поздравил глава Мордовии Владимир Волков. Саранск готовится к большой воде. Под пристальным вниманием находится село Монастырское, где река Инсар протекает рядом с домами. Завершение голосования за общественную территорию, которая будет благоустроена в 2018 году. По итогам всех этапов парк 70-летия Победы на улице Ярославской набрал самое большое количество голосов. Республика Мордовия вместе со всей страной скорбита погибших в ужасной трагедии, произошедшей в Кемерове. За последние годы этот пожар стал одним из наиболее серьезных. В последнем данном число жертв свыше 60. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Глава Мордовии Владимир Волков направил телеграмму на имя губернатора Кемеровской области со словами соболезнований родным и близким погибших. Обычный воскресный день. Родители вместе с детьми проводят свой досуг, прогуливаются по длинным коридорам торгового центра, играют в автоматы, а кто-то пришел в кино, чтобы посмотреть мультфильм. Эти кадры уже разлетелись по всему интернету. На них видно, как за считанные секунды дым заполняет все пространство четвертого этажа. Здесь располагался кинотеатр и детская игровая зона, а значит много пластика и других легко воспламеняющихся предметов. Огонь быстро охватил площадь в 500 квадратных метров. Из горящей коробки с трудом удалось эвакуировать более 250 человек. Запасные выходы были закрыты. Зимнюю вишню пожарный надзор не проверял, так как торговый центр является объектом малого бизнеса и в отношении него действуют надзорные каникулы, сообщает информационное агентство «Регнум». И таких объектов в разных городах России десятки. В Саранске их порядка 25 и все принадлежат к объектам малого бизнеса. Проверки торговых центров в столице Мордовии проводились в 2016 году. Были зафиксированы нарушения. Основные нарушения послужились. Это нарушения, связанные с обеспечением противопожарной защиты зданий, в частности автоматической пожарной сигнализации, система оповещения, эвакуация людей при пожаре. Также режимные мероприятия, относящиеся к обучению персоналу в требовании пожарной безопасности, порядок действий, случаев возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций. Пожарная безопасность, а также жизнь и здоровье посетителей в первую очередь на совести владельцев торговых центров. Здание может быть построено по закону, а вот техника безопасности порой почему-то пренебрегает. В Кемерово трагедия унесла жизни более 60 человек, и их могло быть больше. Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным и близким погибших. Он направил телеграмму на имя губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Народ Мордовии вместе с вами, вместе со всей страной глубоко скорбит по поводу трагической гибели людей в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Это наша общая тяжелая боль, наша общая горькая невосполнимая утрата. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших. В связи с событиями в Кемерово со стороны Управления надзорной деятельности подготовлено информационное письмо. Теперь все зависит от прокуратуры. Если будут законные обоснования для осмотра объектов, проверки неизбежны. В 2018 году у нас уже заканчиваются моратории. То есть с 2019 года те объекты, которые у нас подлежат проверкам, я думаю, мы в 2019 году все плановые проверки в отношениях торговых центров, потому что у нас зачастую все торговые центры являются субъектами малопредпринимательства, так как до 2018 года проверки малопредпринимательства не осуществляются. В 2019 году. Эту тему обсудили в понедельник и в администрации города. В память о погибших оперативные совещания начали минуты молчания. Городоначальник Петр Тултаев подчеркнул, что это трагедия для каждого россиянина, и необходимо ужесточить требования при вводе объектов в эксплуатацию, а также проверять не только торговые центры, но и кинотеатры. Вместе с жителями Кемерово скорбит вся Россия, и случившегося стоит сделать выводы и понять, что принцип спасения утопающего – дело рук самого утопающего – неуместен, особенно когда речь идет о сотнях жизней взрослых и детей. Елена Сергеева, Станислав Семин, Народные новости. Вопросы развития рынка жилищного строительства в регионах Привозского федерального округа обсудили 23 марта в Нижнем Новгороде. Заседание прошло под председательством полномочного представителя президента России в Привозском федеральном округе. В нем приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень, глава регионов Приволжья и представителя общественных организаций. С подробностями Вячеслав Кузьменко и Евгений Фролкин. Михаил Бабич назвал жилищное строительство наиболее значимой отраслью как для граждан, так и для органов власти. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поставил задачу довести объемы строительства жилья до 120 миллионов квадратных метров в год. Сейчас стране сдают порядка 80 миллионов квадратов. В этом количестве весома доля регионов Приволжья. В округе в 2017 году введено 15 миллионов 570 тысяч метров квадратного жилья, что составляет 20% от всеобщего российского показателя. Но если, соответственно, посчитать, что Москва и Петербург это отдельно, и Московская область, то есть это наибольшее по объему ввода жилья исторически регионное, то, собственно, вот можно дальше экстраполировать и понять того, что сколько строится сегодня в Приволжском федеральном округе, и какое-то имеет значение для строительного комплекса страны в целом. На заседании Совета обсуждали, как увеличить объемы строительства жилья. Это можно сделать, решив ряд проблем. По мнению Полпреда, развитие отрасли тормозят недобросовестные застройщики, по вине которых появляются обманутые дольщики. Неоправданно долгое внедрение голландских аукционов, обновление жилого фонда и необходимость компенсации средств по программе «Жилье для российской семьи». По факту, в стране нет ни одного случая, когда строителям компенсировали затраты на жилищную инфраструктуру. Михаил Бабич в качестве примера привел Мордовию. Владимир Владимирович кивает головой, потому что я понимаю его разочарование и даже обиду отчасти. Потому что он свой план выполнил на 100%. Вот на что он подписался, он 100% этого жилья ввел. Это единственный регион в стране, на самом деле. Ни копейки не получил. С основным докладом на заседании выступил временно исполняющий обязанности губернатора Нижегородской области Глеб Никитин. Начал он с проблемы обманутых дольщиков. Эта беда коснулась практически всех регионов ПФО, кроме Мордовии. Счастливый регион, прокомментировал Никитин. Затем слово предоставили руководителю Минстроя России. Михаил Мень начал с общих данных строительства жилья в стране. По предварительным данным Росстата, объем ввода жилья в России в 2017 году составил 78,6 миллионов квадратного метра. Но вы знаете, что всегда в конце первого квартала происходит корректировка окончательная и, как правило, в сторону небольшого увеличения. То есть мы можем говорить о том, что страна действительно выходит сегодня в среднем на 80 миллионов квадратных метров жилья. Главным резервом для увеличения объемов строительства жилья Михаил Мень назвал ипотеку. В этом направлении был востребован опыт Мордовии. Глава республики Владимир Волков рассказал собравшимся о том, как в нашем регионе реализуется проект льготной ипотеки со ставкой 5% годовых. Губернаторы некоторых регионов попросили у Волкова подготовить для них справочные материалы по этому вопросу. Это является драйвером развития, потому что 8 миллиардов строители получили для освоения средств на строительство жилья. И плюс к тому, что еще вот это широкое такое жилищное строительство, оно позволяет нам держать цены на первичном и вторичном рынках уже в течение трех лет на одинаковом уровне. Подводя итоги совещания, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Михаил Мень сказал, что многие прозвучавшие предложения интересны и будут внедрены на федеральном уровне. Вячеслав Кузюменко, Евгений Фролкин. Народные новости. В Саранске наградили победителей и призеров интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа. 24 марта состоялось ее торжественное закрытие. Для участников устроили настоящий праздничный концерт. Интеллектуальную молодежь по Волжье поздравил глава Мордовии Владимир Волков. С подробностями Кристина Мартинюк и Владимир Надькин. Для участников интеллектуальной олимпиады сегодня момент, пожалуй, самый приятный. Позади тяжелое интеллектуальное состязание, а именно пять направлений, в которых им пришлось конкурировать. К примеру, Юлия Батенева на олимпиаду приехала впервые. Участвовала в направлении управленческие поединки. А это, говорит девушка, хорошая возможность почувствовать себя руководителем на практике. Тебе дается какая-либо ситуация, и ты должен ее с двух сторон обыграть. Отстоять свою точку зрения и убедить все-таки членов жюри, что именно ты был прав, и твоя точка зрения имеет право на существование. У меня была ситуация про автосервис. Несмотря на то, что я девушка, я очень хорошо разбираюсь в автомобильных деталях, скажем так. Мне удалось молодого человека победить просто элементарно знанием каких-то элементов автомобильных и умением их связать. Кроме управленческих поединков, ребят ждали и другие состязания. Это программирование, робототехника, парламентские дебаты, интеллектуальная игра что-где-когда. Поединки были тяжелыми и захватывающими, как утверждают и участники, и организаторы. И когда все задания позади, для интеллектуальной молодежи по Волжье устроили праздничный концерт. Республика традиционно хорошо подготовилась, и все мероприятия, которые были определены на учебных точках, были организованы на самом высоком уровне. Реализация проекта была инициирована агаревцами, участниками молодежного форума «Иволга-2015». Поддержал тогда ее полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. В этом году участников стало еще больше, порядка двухсот. Поздравить лучших интеллектуалов по Волжье пришли почетные гости. Среди них глава Мордовии Владимир Волков. Для Мордовии большая честь принимать в себя таких талантливых, эрудированных представителей молодежи со всего Приволжского округа. Ваши идеи, знания, желания приносить пользу важнейший ресурс страны, ваших родных регионов. К слову, Мордовия не раз становилась площадкой для проведения интеллектуальных состязаний. У него уже 25 лет активную работу проводит Клуб интеллектуального творчества, который объединяет эрудитов республики. Итоги Олимпиады позволяют составить актуальный рейтинг развития научно-интеллектуальной среды регионов и вузов нашего округа. А самое главное, простимулирует руководство образовательных учреждений поддержать талантливых ребят, создать среду для их общения. Эти ребята уже стали победителями внутривузовских и региональных этапов. Оценивали их знания профессиональная экспертная комиссия, в которую вошли ученые ведущих вузов России, руководители, бизнесмены. И, конечно, после интересных насыщенных состязаний долгожданное награждение. Именно то, чего они ждали все это время. Так в номинации «Парламентские дебаты» победу одержала Республика Татарстан. А чемпионами управленческих поединков стала Мордовия. А что касается кубков, то это приятный бонус. Но чтобы этот приятный бонус получить, призерам пришлось пройти сложный соревновательный путь. И я считаю, что это достойная победа каждого участника. Наград сегодня ждут и участники интеллектуальной игры «Что, где, когда». Здесь Мордовия занимает третье место, а победителями становятся студенты из Пермского края. На сцену многие выходят с флагами, счастливые и довольные. Впрочем, благодаря Олимпиаде сама жизнь студентов стала разнообразнее и интереснее. Всегда здорово посетить новые места, пообщаться со сверстниками, разделяющими какие-то твои увлечения и интересы. И поэтому сейчас я просто рад, что все закончилось, и можно просто насладиться пребыванием в другом новом городе. Интеллектуальная молодежь из шести республик одного края и семи областей. Выбрать лучших задачи не из простых. И об этом свидетельствует то, что в направлении робототехника не сразу удалось определить победителя. Конкуренция была слишком велика. Однако первое место заняли ребята из Мордовии. И, наконец, то, чего так долго ждали все участники – объявление победителей интеллектуальной олимпиады ПФО. Третье место заняла Удмуртская республика, а серебряными призерами уже второй год стала Республика Мордовия. И главный приз в общекомандном зачете получила Республика Татарстан. Кристина Мурценюк, Владимир Надькин. Народные новости. 24 марта глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Республики Сергеем Штановым. Обсуждались вопросы повышения качества работы судов Республики. В частности, речь шла о взаимодействии по обеспечению деятельности мировых судей. Председатель Верховного суда проинформировал Владимир Волкова о необходимости увеличения штатной численности мировых судей Октябрьского района города Саранска. Рассматривались вопросы, связанные с планируемым укропнением районных судов. Ожидается, что будут упразднены 9 малосоставных судов – Атюревский, Большеберезняковский, Большегнатовский, Дубенский, Ельниковский, Катошкинский, Качкуровский, Старошайковский и Тенгушевский. При этом было подчеркнуто, что для населения ничего не изменится. В этих районах будут созданы судебные присутствия. Судьи и работники судебных аппаратов останутся на своих местах. Также в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы завершения подготовки проектно-сметной документации и начала строительства нового здания Верховного суда республики. Саранс готовится к большой воде. 26 марта на оперативном совещании глава администрации Октябрьского района доложил, в селах обследованы все мосты, составлены соответствующие акты. На текущей неделе начнется расчистка обводных каналов. Под пристальным вниманием находится село Монастырское. Река Инсар здесь протекает рядом с домами. Какие опасения вызывает она у местных жителей, выяснили Ирина Герасимова и Владимир Надькин. Пенсионерка Наталья Корнишина живет в Монастырском много лет и отлично помнит, как и когда река Инсар затапливала село. Большая вода сюда приходит практически каждый год, и люди к этому почти привыкли. Но весну 2012-го они до сих пор вспоминают, словно страшный сон. Именно тогда река Инсар вышла из своих берегов и разом заполонила всю улицу. Спасались тогда кто как может. Ну тоже на чердаке сидели, залезли на чердак, сидели. Ну тогда быстро сошла. Пять сон она пришла, у меня дочь ехала как раз с дикотеки. Я говорю, через дом вода идет. Я говорю, картошку все вытащили из погреба. А тут ночь, вон там, в той стороне пошла вода, сюда пеной. Ну с суббота, а уж к себе стало сходить. В понедельник уже люди пошли потихоньку, кто как на работу. Несмотря на то, что после той большой воды прошло уже 8 лет, в памяти жителей села эти воспоминания свежи и сейчас. После паводка в 2012-м в доле реки Инсар была возведена дамба. Она гордо возвышается между селом и рекой. И вот уже несколько лет не дает воде выйти за пределы берегов, пока дамба справляется со своей миссией. Лед на реке Инсар замерз где-то порядка 30-40 сантиметров. Снежный покров не очень большой, но тем не менее, все равно всякой можно ожидать. И поэтому в любом случае готовимся. Еще вот со стороны улицы Нагорной, вот за моей спиной, там видно большую гору, вот так называемый мар. Вот оттуда спускают Качкуровское водохранилище, может быть поток воды оттуда. Поэтому готовимся по-любому. Качкуровский пруд Карнай является собой прямую угрозу. Вся вода, которую спускают оттуда, попадает в реку Инсар. Но администрация Октябрьского района готова и к этому. Уже зимой они подготовили план мероприятий от очистки водопропускных труб до профилактических бесед с жителями. МЧС ежегодно проводит сход граждан. Вот в этом году еще не было, но в ближайшее время оно тоже будет. Раздает памятки, соответственно, с номерами телефонов. И мы свои памятки раздаем тоже с номера телефонами различных служб и энергоснабжающих организаций, и газовой службы, и другие службы. То есть, чтобы люди как-то были готовы и знали, к кому обратиться в такой критичный период. Власти уверяют, чтобы не было в беде, никого не оставят. Хоть синоптики и говорят, что в этом году воды много не должно быть. Подобные мероприятия сейчас проводятся везде, где есть опасность паводка. Ведь из-за капризной погоды все может измениться в один миг. Ирина Герасимова, Владимир Надькин, Народные новости. Коллектив седьмого лицея пополнился еще одним молодым специалистом. Данил Лесин по национальности араб. Учителем географии он стал недавно. О том, что привело молодого человека в школу, в следующем материале программы. Географическую карту России Данил Абинашевич давно уже знает, как свои пять пальцев. Любовь к изучению природных и других особенностей материков его душа зародилась еще в раннем детстве. Уже в пять лет, держа в руках первый в своей жизни атлас, он понял, что география – это то, что ему действительно интересно. Уже сегодня, в свои 22, он сам рассказывает детям о дальних странах и морях. Никогда не предполагал, вообще не думал идти работать учителем, потому что, как бы, ну я знаю, что намного это трудно, да, и психологически это очень тяжело. Родился я также здесь, в Саранске, учился я на географическом факультете. Моя специальность – география. Я ни капли не пожалел, что я туда пошел, как бы, очень рад, что я поступил на эту факультет. Я считаю, что факультет мне дал многое, и то, что мне нужно, пригодилось в жизни, и, как бы, я считаю, что факультет вообще довольно интересный. Выездные практики молодому географу дали не только новые знания, но и эмоции. Ими молодой учитель делится уже со своими учениками. Педагогическое образование получил там же, на географическом факультете. Параллельно прошел специальные курсы. Сейчас совмещает работу и учебу в магистратуре. Мне очень тяжело было начинать, потому что, во-первых, дети еще, наверное, не осознают, как учителя меня, как старшего брата. Вот, поэтому я еще, как бы, не привык, и первое время было действительно очень тяжело, и не сколько тяжело вести уроки, да, говорить на уроках, что-то показывать, рассказывать. А сколько вот эта вот ответственность, вот эта вот бумажная волокита, электронный дневник. Ровно три месяца педагогической деятельности – это очень маленький срок для учителя. Коллектив в основном женский. Многие отдали обучению школьников не один десяток лет. Среди них Данил Абинашевич выделяется не только своеобразным стилем. Его нестандартный взгляд на многие вещи нравится ученикам. Так молодой педагог уже заручился поддержкой как учителей, так и детей. Мы входим в его положение, то, что ему тяжело, потому что все равно разница в нашем с ним возрасте, она небольшая, и поэтому мы стараемся его как-то понимать и поддерживать. И несмотря на то, что свободного времени почти не остается, Данил изучает арабский язык. О своих планах на будущее молодой географ говорит неохотно. Далеко не заглядывает, но твердо знает, что ближайшие 2-3 года хочет посвятить школе. Ирина Пятина, Станислав Семин. Народные новости. Завершилось рейтинговое голосование за общественную территорию, которая будет благоустроена в первоочередном порядке в 2018 году. По итогам всех этапов парк «70-летие Победы» на улице Ярославской набрал самое большое количество голосов. Подробности в следующем материале. Жители Саранска воспользовались возможностью и сами выбрали парк, который в этом году будет превращен в удобное место для отдыха. Свой голос горожане могли отдать за 24 общественные территории. Обработка голосов показала. Более 26 тысяч человек участвовало в выборе парковой зоны. 42% проголосовало за благоустройство парка «70-летие Победы» на улице Ярославской. Почти 38% выбрали парк Ленинского района. Более 19% хотят, чтобы бульвар братьев Веденяпиных благоустроили в первую очередь. Эти результаты были рассмотрены на заседание общественной комиссии по обеспечению реализации проекта, которая утвердила все эти результаты по итогам рассмотрения всех протоколов, 83 протоколов территориальных счетных комиссий. Официально было принято решение, что в 2018 году мы будем благоустроить эту территорию победителя парка «70-летие Победы» на Ярославской. В новом парке планируется открыть множество разных площадок. Это место для настольного тенниса, тренажеры, детские игровые зоны и специализированные площадки для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Здесь будет возведен и монумент в честь 70-летия Победы. Откроется кафе быстрого питания, эстрадные площадки и парковка. А для пикников будут созданы специальные зоны. Изюминка этого парка, ну и, наверное, жители тоже очень любят, это фонтан. Там будет фонтан, где-то примерно в середине парка. Причем фонтан будут окружать многоуровни скамейки. От него уже пойдут тропинки, велодорожки. Соответственно, предусмотрены у нас различные спортивные площадки. То есть это будет универсальная площадка. Это будет площадка для стритбола. Площадка, скейт-площадка будет. Приоритетный проект формирования комфортной городской среды будет реализовываться до 2022 года. Так как парк Ленинского района и бульвар братьев Веденяпинах по голосованию имеют небольшой отрыв от победителей, рассматривается вопрос о включении этих двух общественных территорий в план по благоустройству на следующий год. Ирина Пятина, Евгений Фролкин. Народные новости. 26 марта в МГУ имени Огарева прошел научно-образовательный форум школьников «Шаг в будущее». В нем приняли участие ребята со всех районов республики. А также гости из Чувашии. Школьники представили свои проекты по различным направлениям. На торжественном открытии форума побывала наша съемочная группа. Ученица Саранской школы номер 11 Мария Кубанцева участвует на форуме впервые. Девушка интересуется лингвистикой. И сегодня она представляет свой проект о языке эсперанто. Работу Мария выполнила вместе со своим учителем английского языка. Она говорит, форум школьников – это возможность воплотить свои самые смелые идеи в жизнь. Мой проект посвящен языку эсперанто. Это международный язык, на котором, возможно, в будущем, в принципе, есть такая вероятность заговорить весь мир. Потому что, на самом деле, очень много проблем сейчас в мире связано именно с тем, что нет какого-то общего языка. И вообще эсперанто, в принципе, мог бы решить эту проблему. На самом деле, интересно поучаствовать в этом форуме, потому что для меня это что-то новое. Я в этом форуме еще не принимала участие. Хочу посмотреть, поучаствовать в мастер-классах, чем-то новому научиться. На площадке Мордовского университета форум «Шаг в будущее» проходит уже четвертый раз. В этом году участие в нем принимает около 200 человек, среди которых школьники не только из районов Мордовии, но и из соседних регионов. Мероприятие включает в себя два этапа. Очному туру пришествовал заочный, который длился два месяца. На нем было представлено более 200 работ, из которых было отобрано 175 – от химии до русского языка. Всего 14 направлений работы. Программа форума предполагает работу школьников в секциях, посещение мастер-класса, который проводят студенты. И параллельно вместе с соревнованием учащихся мы приглашаем на нашу площадку учителей, для которых тоже подготовлены круглые столы, мастер-классы в связи с актуальными проблемами образования, которые касаются и вуза, и школы. А цель – это и профориентационная работа, и работа с одаренными детьми. И на самом деле нам бы очень хотелось, чтобы школьники посмотрели университет, приобщились к науке и сделали в науку свои первые шаги. Возможно, и я даже не сомневаюсь, это им понадобится в будущем. Символично, что форум проходит в первый день весенних каникул. Драстающее поколение готово учиться новому и совершенствоваться в любое время, и даже каникулы им не помеха. На открытии с приветственным словом к участникам обратилась первый заместитель министра образования Республики Мордовии Елена Солдатова. Для ребят этой недели – возможность отдохнуть, но отдохнуть с пользой для себя. С пользой, чтобы приобрести новое, чтобы поучаствовать в творчестве, чтобы прикоснуться к науке. Название форума «Шаг в будущее» выбрано не случайно. Организаторы и сами участники много говорили о перспективах нового поколения. Талантливые школьники всегда стремятся быть первыми. Именно так и рождаются новые идеи, мысли и проекты. Ирина Семенова, Станислав Семин. Народные новости. Цветы из атласных лент расцвели во Дворце культуры городского округа Саранск. По итогам выставки «Мир моих увлечений» организовали мастер-класс в технике канзаши. Как создавать цветочные шедевры, имея под рукой атласные ленты и минимальный набор инструментов, выясняла наша съемочная группа. Профессия Натальи Ильиной не связана с творчеством. Она оператор газовой котельной. К рукоделию пристрастилась почти пять лет назад. С тех пор, кроме основной работы, учит школьников создавать цветы из лент и делает на заказ вещи в технике канзаши. А сегодня проводит мастер-класс для всех желающих. Дочка пошла в садик два года. Ну, было платье у нее с цветами. Ну, маленькие дети, она опрокинула раз, два, суп постиралась, цветы слезли. Платье хорошее, цветов, ну нет, ну вот так и дошла. Пришлось что-то импровизировать, а потом уже затянула. Один мастер-класс посетила, второй где-то сама, где-то еще даже так, и вот доросли вот до этого. Техника канзаши появилась примерно 400 лет назад. Изначально с ее помощью создавали украшения для волос. Сейчас подделками из атласных лент можно украсить не только прическу, но и одежду, и даже интерьер. Чтобы приступить к работе, достаточно иметь под рукой атласные ленты, клей, нитки с иголками и пинцет. Клеим там, где мы шили, вот он промазанный. Там, где у нас получилась ямочка такая, мы прикладываем ее к середине листа и низ склеиваем. Для создания готовой работы может понадобиться от нескольких часов до нескольких недель. Например, вот такой букет из роз можно вполне сделать за месяц, уделяя каждому цветку по час или два в день. А саму технику легко освоить и взрослым, и детям. На мастер-классе были представители разных возрастов, и все они остались довольны. Мне нравится, это интересно, долго, как я всегда долго все делаю. Я очень часто что-то из бумаги делаю, но вышиваю в первый раз. Мы делали только маленькие, мы делали украшения волосы. А теперь вот на этой выставке были вот такие работы, это вот букеты. И мы захотели сделать это, и вот Светлана Юрьевна нам организовала мастер-класс. И мы вот сейчас научимся, я думаю, и к следующей выставке мы это все предоставим. Все в разных техниках. На девятой по счету выставке «Мир моих увлечений» работы в технике канзаши представили впервые. Именно поэтому организаторы решили посвятить их созданию целый мастер-класс. Почти 20 человек пожелали обучиться азам японской техники. Возможно, в следующем году их работы станут украшением юбилейной выставки. Ольга Данилова, Сергей Соколов, Народные новости. 25 марта в селе Напольное Тавло состоялся чемпионат Мордовии по горнолыжному слалому. Он собрал любителей этого вида спорта всех возрастов. Подробности в следующем репортаже. Настоящий горнолыжный праздник состоялся в эти выходные в селе Напольное Тавло. На горные лыжи вставали все от мала до велика. Ограничений для любителей этого вида спорта не существовало. Проявить себя мог каждый. Правила предельно просты. Показать лучшее время по итогам двух попыток, объехав при этом препятствия. Число поклонников горнолыжного спорта год от года растет. Да, сегодня очень этот вид спорта продвигается и пользуется популярностью именно среди молодежи. Подростковое поколение особое внимание уделяет данному мероприятию. Здесь, вот видите, сейчас идет именно подготовка к склону, подготовка, значит, базы. Причем и другие спортсмены не прочь проявить себя в горных лыжах. Около трассы мы неожиданно встретили директора мотоклуба «Мордовия» Максима Захарова вместе с сыном Владиславом. Оказалось, что они давние поклонники горных лыж. В начале марта даже ездили на трассу в Хвалынске, которая располагается в Саратовской области. Теперь пробуют силы на местных просторах. Причем сходство мотоциклетного и горнолыжного спорта нашлось немало. На мотоцикле ты едешь больше скорости и просто надо телом балансировать, как и на лыжах. Разница минимальна. Праздник для любителей горных лыж получился на славу, благо погода становилась солнечная. Как участники, так и зрители получали удовольствие не только от заездов. Но и от того, что совсем скоро придет весна. Поэтому зимние виды спорта скоро попрощаются с нами до декабря. Анастасия Целигина, Максим Тузин, Станислав Семин. Народные новости. Раскромными победами на старте полуфинальной серии обменялись «Мордовия» и «Тамбов». Если в первом матче сильнее оказались наши хоккеисты, то во втором гости взяли реванш. Теперь серия продолжится в «Тамбове», а мы расскажем о прошедших встречах в Саранске. Старт полуфинальной серии оставил довольно противоречивые впечатления. В первой встрече «Мордовия» прошлась катком по сопернику, оформив разгром уже в первом периоде, когда по очереди шайбы забросили Субботин, Обозин и Петраков. Команда Воробьева и не думала останавливаться. Во второй двадцатиминутке голами отличились Медведев и Закурин. Третий период прошел скромнее. В воротах тамбовчан побывала всего одна шайба. Дубль оформил Обозин. Во второй встрече все перевернулось. Игра была равной, но забить «Мордовию» не удавалось. Зато точны были теперь уже тамбовчане. Свинцицкий сначала открыл счет в первой-третьем матче, а потом во втором периоде его упрочил. В третьем периоде команда Воробьева пошла в атаку в попытках переломить ход встречи, но тамбов-образцово сыграл на контратаках. Сначала Усов довел счет до разгромного, потом отличился Ногин и, наконец, точку в этом кошмарном матче поставил Пукс. 5-0 фиаско Мордовии и серия переезжает в тамбов. Первая встреча пройдет там 28 марта. В Саранске состоялся чемпионат и первенство республики по лыжным гонкам. На старт вышли спортсмены не только из Мордовии, но и других регионов. Подробности в следующем сюжете. Настоящая лыжная гонка среди участников марафона стала уже традиционной. Ежегодно сотни спортсменов из Мордовии и других регионов преодолевают настоящий марафон на базе лыжно-биатлонного комплекса, где проходит первенство и чемпионат по лыжным гонкам. Под громкую музыку и стартовые гудки им предстояло преодолеть немалую дистанцию. Не каждый решится встать и пробежать лыжный марафон. Здесь у нас есть сегодня ветераны, которые когда-то прославляли нашу республику, а сегодня в группе ветеранов они участвуют. Ну и все наши спортсмены сегодня вышли с удовольствием на этот старт. Потому что сегодня становится, можно сказать так, модно среди спортсменов. Кто пробежал лыжный марафон, тот настоящий лыжник. Спортсмены соревнуются в свободном стиле, который иногда еще называют коньковым. Для прохождения дистанции поспособствовал не только здоровый дух соперничества, но и погода. Температура на выходных не опускалась ниже 5 градусов. Трасса была хорошо подготовлена. Самые маленькие бежали порядка 15 километров. Основная же возрастная группа составила 30 километров для женщин и 50 для мужчин. Стартовали спортсмены по очереди и выкладывались на полную. Но и кроме участников здесь есть и болельщики. Так Ирина Шевцова со школьных лет стоит на лыжах. В таком марафоне уже участвовала. А сегодня пришла поболеть за спортсменов. Было сложно, конечно. Первый круг, второй круг. На третьем кругу уже думаешь, может сойти, может не бежать. Но думаю, нет, раз я вышла на дистанцию, я в ее пробегу. И дистанция прошла. В итоге я заняла третье место, очень рада. Весенний марафон, как говорят спортсмены, время подводить зимние итоги. И, конечно, пропаганда здорового образа жизни, а также встречи друзей соперников на одной лыжной гонке. А сильнейшими лыжниками-марафонцами среди младших юношей и девушек стали спортсмены из Инсара. Среди мужчин спортсмены из Саранска. И призовое место среди женщин заняла жительница Чамзинки. Кристина Марценюк, Владимир Надькин. Народные новости. Приятная новость пришла из Иктывкара. На чемпионате России по лыжным гонкам 25 марта были разыграны медали в скейтлоне. И в женской гонке, и в мужской Мордовии не осталось без наград. У женщин победу отпраздновала призер Олимпийских игр Анастасия Седова. Она на 10 секунд опередила Ольгу Хлопотину и на 22 еще одну участницу бронзовой эстафеты Пхенчхани Анастасию Нечаевскую. «Как-то само собой получилось, но после двух коньковых километров я начала работать уже во всю силу. И постепенно девочки начали отставать и спокойно смогла финишировать», – рассказала Анастасия после победного финиша. У мужчин бронзовую медаль завоевал еще один представитель комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Мордовии Артем Мальцев. Победу здесь праздновал Сергей Устюгов, вторым был Максим Валикжанин. На этом пока все. С вами была Марина Солонина. Оставайтесь на нашем канале. Субтитры подогнал «Симон»!